Минувшей ночью в Апатитах во дворе на улице Держинского забил фонтан горячей воды прямо из колодца. В результате образовался пруд. Жители водоему не обрадовались. Различные службы посыпались звонки с просьбой принять меры. Правда, безрезультатно. Ситуация взволновала сразу двух наших корреспондентов – Анну Белкину и Ольгу Асачию. О последствиях залития – следующий сюжет. Вода текла интенсивно. Несколько жителей даже побоялись за сохранность своих машин и отогнали их в соседний двор. Вызов «Водоканал» поступил в 20.55. Машина прибыла почти через два часа. Что нужно делать? Колодец чинить? Колодец. Надо машину, технику пробивать. Эти работы не собирались начинать немедленно, но о безопасности подумали. Сейчас я еду в управление, возьму отрождение и... Служебная машина уехала в ночь и потянулось ожидание. С тех пор, как сюда приехала машина «Водоканал» и прозвучало обещание вернуться и для начала хотя бы поставить ограждение, прошло уже больше часа. Но, как говорится, овоз и ныне там. Существует два варианта развития событий. Либо причина происшествия самоустранилась, либо нам стоит надеяться на русский овозь, ну или ждать, пока рак на горе свистнет. До утра ничего предпринято не было. Ограждение не поставили, вода лилась, сопровождаемая характерным запахом канализации. Все дело в том, что у нас как таковой ночной бригады нету ночную смену. У нас бригада работает до восьми, она была на заявке на улице Козлова. Приезжала дежурная машина, это разводят смены. Там кроме водителя никого не было. То есть ей быть не могло. То есть она разводит только смены по объектам. Стоявил на газон, немного вытекал на затуар. Не совсем критично, поэтому решили начать участка до утра. С утра машина выехала, все сделали. Оценивают возможный риск водители. Круглосуточных бригад нет. Все это – последствия оптимизации на предприятии. Остается только надеяться, что трубопроводы водоканала не слишком изношены, и аварии не будут частыми.